Дело гаражных насильников У каждого насильника свой сценарий. Один приводит в гараж, другой насилует исключительно в своей квартире, что, впрочем, редко бывает. Третий любит кусты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы не можем об этом слышать, но мы обязаны знать. Число насильников в нашей стране с каждым годом растет устрашающими темпами. Знаете, фотографии кто изображен? Да. На всех фотографиях вы изображен? Девушка это та же самая потерпевшая? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Назовем эту женщину Наталья. Ее отчаянная решимость поражает. Накануне она чудом вырвалась из лап озверевшей стаи подонков. Но она не хочет молчать. И не будет скрывать того кошмара, который ей пришлось пережить. Наталья нашла в себе силы обратиться в милицию. Вот что она рассказала следователям. Накануне вечером Наталья повздорила с мужем. Из-за сущей ерунды. Но скандал выбил женщину из колеи. Она бросилась на улицу, громко хлопнув дверью. Шла, куда глаза глядят. Недалеко от дома, около киоска, к ней подошли трое парней. Старший назвался Юрием. Симпатичный. На вид лет 30. Его приятелям не больше 18. Обычные ребята. Сказали, живут в соседнем доме. Познакомились, разговорились. И тут Юрий Сник. С дрожью в голосе рассказал, недавно в автокатастрофе погибли жена и маленький сын. Наталья ему посочувствовала. В подтверждение этих слов он достал на цельную цепочку и показал, что на ней висит обручальное кольцо. Естественно, ее как женщину это заинтересовало. Таким образом он ее расположил к себе. Тем временем молодые люди купили пиво и предложили вместе посидеть на лавочке во дворе. В компании время шло быстро. Новые знакомые невинно балагурили. Говорили ни о чем. Смеялись. На какое-то время Наталья даже позабыла о том, что поссорилась с мужем. Через некоторое время после распития неизвестный, который был постарше, предложил поехать покататься. Именно покататься, съездить в какой-то бар либо клуб. Он это предложил с тем, что на улице начался дождь сильный, и на улице распивать пиво было достаточно проблематично. Ни о чем плохом Наталья не думала. Она еще не знала, что сама подписала себе приговор. Вчетвером они отправились к Юрию в гараж за машиной. Наталья вспоминает. Как только за ней закрылась металлическая дверь, она словно оказалась в клетке с дикими зверями. Лица ее новых знакомых исказил хищный оскал. Они были пьяны то ли от спиртного, то ли от предвкушения развязки. Около 80% преступников всех насильственных деяний, все они совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Это фактор, влияющий на решимость преступника совершить данную агрессию. Именно алкоголь ослабляет волевые механизмы управления психикой. Что случилось потом, Наталья не помнит. Помнит только чудовищную боль и животный страх. В гараже ее избили и изнасиловали. Также она пояснила, что когда ее насиловали, к ее лицу прикладывали тряпочку, которая была смочена каким-то неизвестным ли нею веществом, с резким запахом, а от этого вещества она дышала и, соответственно, теряла сознание. Теперь, сидя в кабинете у следователя, она сотни раз пожалела, что в тот вечер ушла из дому. Ей казалось, если бы не ссора с мужем, она не попала бы в беду. Но это не так. Любая одинокая женщина, которая поздно вечером оказывается на улице и заводит знакомство с неизвестными людьми, а потом соглашается на продолжение полуночного свидания, всегда в зоне риска. Московская область, 2003 год. Второй месяц милиционеры пребывали в растерянности. В разных районах Подмосковья обнаружены трупы пяти молодых женщин. У жертв не было при себе денег, украшений, а у некоторых и верхней одежды. Эксперты, выезжавшие на место происшествия, никаких следов изнасилования не обнаружили. Версия следствия – убийство с целью ограбления. У каждой жертвы на шее тонкий кровавый след – удавка. Вероятно, убийца использовал стропу или проволоку. А может, гитарную струну? Это был почерк. Милиционеры прозвали маньяка гитаристом. Все трупы были найдены в безлюдных местах, на пустыре, в лесополосе, вдали от жилых массивов. Возможно, убийца перемещался на машине. Таксист-частник. Но таких в Москве тысячи. Были проведены все необходимые мероприятия. Ну, как знаете, что в большом городе очень тяжело поймать маньяка, который совершает убийство в разных районах. Все женщины, которых мы находили, они не были связаны. Не связаны в каком плане. То есть их ничего не связывало ни в родственном, ни в рабочем плане. Положение казалось безвыходным. Никаких свидетелей, ни одной зацепки. Оперативникам помог случай. Во время очередного обсуждения плана поимки гитариста раздался звонок с поста ДПС на московской кольцевой дороге. В один из дней поступил звонок с поста ДПС, где сообщили, что к ним пришла женщина, которую пытались задушить, ограбили. Когда мы выехали, мы поняли, что это наш единственный свидетель. Показания свидетеля подтверждали правильность рабочей версии оперативников. Картина преступления выглядела так. Женщина остановила попутку и назвала адрес в Подмосковье, куда надеялась попасть до темноты. Но на полпути водитель остановился. Одну минутку проверю масло, бросил мужчина и попросил пассажирку посветить фонариком под капот. В следующий момент женщина почувствовала на шее удавку. Резкая боль, удушье, темнота очнулась во враге. Рядом валялась выпотрошенная сумочка. Был составлен фоторобот предполагаемого убийцы. Эта ориентировка моментально разошлась по всем отделениям милиции и постам ДПС. Через неделю гитарист был взят. Им оказался житель Подмосковья Андрей Мещеряков. В ходе беседы с этим человеком он повел себя неадекватно, в том плане, что жаловался на жизнь, говорил, что женщины его не любят. В ходе следствия выяснилось, еще в армии Мещеряков перенес тяжелое заболевание, и у него начались проблемы на сексуальной почве. Говоря о насильниках, психологи часто подчеркивают именно этот факт – усугубление мужских комплексов, отягощенных импотенцией в результате болезни, стресса или травмы, полученной в детстве. Когда есть дисгармония половой жизни, и они внезапно для себя открывают, некоторые психоаналитики считают, что это ущемленные в детском возрасте невротические переживания. Психологи говорят о том, что он что-то подсмотрел в этот момент, и его, простите, заклинило. Проблемы у Мещерякова начались после того, как его подняла на смех любимая девушка. И тогда он решил мстить всем женщинам сразу. У него была девушка, которую он очень сильно любил, и половая жизнь его не сложила с ней. Таким образом, убивая этих женщин и забирая у них драгоценности и деньги, он пытался добиться расположения своей девушки. Не только несчастная любовь и физический недуг толкали Мещерякова на преступление, но и корысть. Как выяснилось впоследствии, за два месяца убийца завладел имуществом жертв на сумму более 400 тысяч рублей. Комплексная судмедэкспертиза признала Мещерякова вменяемым. На суде 25-летний убийца согласился со всеми обвинениями, но ничуть не раскаялся в содеянном. На его руках была смерть пяти молодых женщин. А тем временем в гараже на окраине Москвы пытка продолжалась. В милиции Наталья в деталях вспоминала, что вытворяли с ней эти подонки. Ее насиловали с особой жестокостью и били по лицу, по животу, по спине. Вскоре на ней не осталось живого места. Особым зверством отличался старший, тот самый 30-летний Юрий. К пяти часам утра подростки устали и разошлись по домам. А тот продолжал измываться над ней еще несколько часов. Бил и насиловал. Бил, а потом снова насиловал. Истинный насильник сексуально функционирует только в ситуации насилия. Дай ему замечательную, красивую женщину, которая его любит, хочет ему отдаться, предоставь его распоряжение роскошную квартиру с розами в вазах и хрустальными люстрами, он не будет функционировать. Ему такого не надо. Ему надо в кустах, в гараже, с незнакомой женщиной. Ему нужно ощущение власти. Субтитры создавал DimaTorzok Наталья вернулась домой живой. В самом страшном сне он не мог бы представить, что сейчас вытворяли с его женой гаражные насильники. Наталья очнулась в такси у своего дома. Водитель рассказал, полчаса назад неизвестный мужчина посадил ее к нему в машину и попросил отвезти по указанному адресу. Она к тому моменту, в связи с тем, что она находилась под действием неизвестного вещества, была в таком достаточно полусонном, полузабытье, не совсем понимала, что происходит, но, честно и инстинктивно, когда села в автомобиль и поехала, она попросила водителя, чтобы он написал ей на листочке улицу, с которой он ее забрал. Вот эту записку с адресом, 2-я рейсовая улица, водитель положил Наталье в карман. Женщина с трудом зашла в подъезд. Из последних сил нажала на кнопку звонка. Открылась дверь. На пороге в ужасе застыл ее муж. В следующий момент она упала к нему на руки. Ее тело напоминало сплошной кровавый синяк. Он понял, что случилось, и как мог стал успокаивать истерзанную, полуживую Наталью. Когда немного успокоились, поняли, такого никому нельзя спускать с рук. Сама потерпевшая первоначально не хотела идти в милицию, не хотела давать огласки произошедшему, потому что для женщин такие вот изнасилования, для них это очень трепетный момент. Но сожитель настоялся, что нужно пойти в отделение милиции, после чего, соответственно, они обратились. Специалисты утверждают, лишь каждая пятая жертва сексуального насилия обращается в правоохранительные органы. Из-за боязни допросов, огласки подробностей. Общество неоднозначно относится к таким преступлениям, считая, что часто виноваты сами жертвы. К тому же большинство милиционеров и следователей мужчины, посторонние люди. Не у каждой женщины хватит духу пересказать в интимных подробностях весь тот ужас, что она пережила. Прежде всего, начинаются подробные расспросы. Это неприятно, заново это переживать. Второе. Большинству мужчин, в том числе и тем невинным милиционерам, которые ее допрашивают, следователям прокуратуры, психология насильника непонятна. Им всегда кажется, что женщина чем-то его спровоцировала. Справедливости ради скажем, такое отношение имеет свои причины. Молодым романтическим особам часто изменяет инстинкт самосохранения. И они в своем поведении, манере одеваться и общаться с мужчинами часто переходят грань дозволенного. Жертвами сексуальных преступлений чаще всего становятся неопытные лица. Мало того, исследования, и мои в частности, показывают, что чаще всего это лица до 20 лет, не старше. То есть ориентировочно 75% всех изнасилований до 20 лет. Естественно, лицо в этом возрасте обладает достаточно небольшим жизненным опытом. Так случилось и с Натальей. За свою легкомысленность она заплатила страшную цену. Правда, милиционеры проявили такт и терпение. И смогли установить с ее помощью существенные детали преступления. Наталья рассказала, с нее сняли все золотые украшения. Отобрали сумочку, кошелек и мобильник. Оперативники выдвинулись на поиски злосчастного гаража. В их распоряжении были фоторобот главаря банды, приметы насильников и единственная реальная зацепка. Та самая записка с адресом 2-я рейсовая улица. Это где-то около города Внуково. Начали методично отрабатывать все ближайшие гаражные кооперативы. Благо, на территории района Внуково их не так много. В ходе отработки сразу первоначальная отработка результатов не дала. В первый же день не смогли установить лицо, слышущее данное преступление. Оперативники опрашивали местных жителей. И уже на следующий день в их поле зрения попал вот этот гараж. Его арендовал некий Юрий Логин. 1974 года рождения. К вечеру появился и сам хозяин. Ничуть не смутился, когда милиционеры попросили открыть гараж. В глаза бросился беспорядок и обилие женских вещей. Женская обувь. В кучке на столе мобильники. Целый ящик с косметикой. На полочке пузырек с неизвестным веществом. Предположительно, с хлороформом. Оперативники задали Логину вопрос. Что делала прошлой ночью в его гараже женщина по имени Наталья? Но Логин был невозмутим. Он заявил, что к ее изнасилованию непричастен. Но, однако, подтвердил факт, что да, она была у него в гараже. И говорил, что... Ну, он заявлял, что так, что он ее не насиловал. С ней совершали половой акт его знакомыми. Логин еще долго и невозмутимо говорил о том, что Наталья добровольно осталась в гараже. Но следователи его рассказам не поверили. И с ордером на обыск отправились на квартиру Логина. Там и были обнаружены еще несколько мобильников и ювелирные украшения. Стало понятно. Наталья не единственная жертва банды гаражных насильников. Счет, возможно, шел на десятки. Сам Логин по поводу всех этих вещей ничего не пояснял. Отказывался давать какие-либо показания. А еще в логове Логина обнаружили более 90 кассет порнографического содержания и садистских фильмов. Эта находка говорила о патологической страсти Логина к насилию. Большинство серийных насильников увлекается жесткой порнографией. Конечно. Для них сексуальное возбуждение возникает только в ситуации агрессии. И, естественно, они смотрят порнографию, они смотрят какие-то изображения, соответствующие в интернете. Что происходит в сознании мужчины перед совершением насильственного полового акта – тема из области судебной медицины и психиатрии. А вот что может спровоцировать такие действия – это вопрос общественной морали, нравственности и воспитания. Купить фильм порнографического содержания сегодня так же просто, как батон хлеба – недорого и всегда в продаже. Говорят, спрос рождает предложение. Возможно. Но только не в тех случаях, когда это предложение провоцирует насилие и, по большому счету, подрывает основы безопасности общества. Те же, кто от природы склонны к насилию, те ищут соответствующие изображения. И эти изображения их подогревают. То есть таких, кто хорошо бы ограничить, но как это сделать технически? Над этим работают лучшие умы человечества, и пока у этих лучших умов ничего не получается. Сегодня порнофильмы можно купить на уличном развале, в ларьке или заказать по интернету. Наивно полагать, что продавцы работают по принципу «детям до 16» смотреть запрещается. В погоне за прибылью они готовы продавать порно кому угодно и когда угодно. Среди тех, кто покупает такие кассеты и диски, немало садистов и педофилов. Для кого-то эти видеоигрища становятся инструкцией и руководством к действию. К сожалению, родители не могут контролировать своих детей 24 часа в сутки. Нередко отсутствие родительского контроля приводит к жутким трагедиям. Я очень люблю носить школьную форму. Это возбуждает мальчиков и учителей. Примерно в 2 часа ночи в приемное отделение городской больницы поступила 16-летняя девушка. Нервный шок, кровотечение, многочисленные гематомы и ссадины не оставляли сомнений. Она жертва сексуального насилия. Со слов больной она провела этот вечер в кругу своих однокурсников. Справляли чей-то день рождения. Ну, выпили, посмотрели порнофильм. Хмель, выпивка, гормоны. Сыграли свое дело. В результате чего групповое изнасилование. Операция длилась несколько часов. Потом долгие месяцы реабилитации. И не только после физической травмы, но и после жесточайшего психологического потрясения. Таковы первые результаты вечеринки с клубничкой. Алена, так мы будем называть эту несовершеннолетнюю девушку из благополучной семьи. Может быть, родители были немного строже, чем следовало бы в ее воспитании. Но их понять можно. Алене 16. Через каких-нибудь пару-тройку лет дочь станет невестой. Хотелось, чтобы она начала свою семейную жизнь с чистого листа. Не изгаженного ошибками, пороками, дурной славой. Ну, мы всегда требовали с матерью, чтобы она в 9, ну, в 10 часов была дома. А если она опаздывала или задерживалась, я всегда знал, с кем она, где она, что она. И вообще опоздания не люблю. Если она опаздывала, я мог и наорать, и наказать. Ну, а что вы хотите, чтобы ваша дочь вам в 16 лет в подоле принесла? Я не знаю, что... Строгость родителей отдалила от них девушку. Теперь она все больше общалась со сверстниками, однокурсниками из своего колледжа. Ученики и ученицы собирались стайками в подъездах или в беседке детского сада. Иногда покуривали, иногда выпивали, поверяя друг другу самые сокровенные мысли. Им казалось, что они уже взрослые, ведь уже не школьники. Там Алена постигала и сексуальный опыт, слушала рассказы опытных сокурсниц, хихикала над картинками из порно-журналов. Она там влюбилась в одного парня. Сначала они так чисто гуляли, обнимались, целовались. А потом она мне уже через неделю рассказала, что у них, оказывается, все было. Родителям Алена ничего не рассказала. Да и как сказать, когда строгость, а вернее сказать, жесткость родителей не оставляли ей никакой надежды на взаимопонимание. Да я от телевизора сам всегда ее отгонял. И матери строго и настроенно заказал, чтобы она ее убирала от телевизора, когда там постельные сцены показывали. Она смотрится еще, успеет. В тот день Алена со своим молодым человеком отправилась на день рождения к приятелю. В компании в основном ребята из группы, только две девушки. Родителей именинника дома не было, поэтому решили отметить по-взрослому. Купили выпивки и закуски. Ребята сразу напились, они себе водки накупили, потом мы танцевали, еще выпивали, выпивали. Она все время, конечно, со своим парнем целовалась, а потом стали смотреть порнушку. Алена с другом устроилась на диване, все крепче прижимаясь друг к другу. В какой-то момент к ним подсел еще один парень. Положил руку на колено Алене. Я смотрю, они уже там втроем сидят, я их подколола, клево устроились. Но потом уже, когда подошли двое, они начали к ней уже откровенно лезть, и я убежала в туалет. Когда подруга услышала крики Алены, сначала не поняла, что происходит. Заглянула в комнату и тут же бросилась в ванную, закрылась. Девушку охватил ужас. Так и просидела в ванной, как потом выяснилось, целый час, пока из комнаты раздавались крики и гогот. А как бы я ей помогла? Я боялась даже из ванны выйти, чтобы они меня по кругу пустили, что ли? Они вообще орали, ржали, как звери. Когда все стихло, подруга Алены приоткрыла дверь. Никого. Она потихоньку прошмыгнула в прихожую и выскочила из квартиры. Уже дома, немного придя в себя, девушка позвонила родителям Алены и назвала адрес, где, наверное, оставалась их дочь. Первым на место прибежал отец Алены. Ну, я, короче, к двери подошел, думаю, ну, сейчас все, я сломаю ее. За ручку так потянул, дверь открыта оказалась. Я зашел, смотрю, ну, эти уроды, ну, щенки эти, спят в повалку. Я думаю, ну, где она? Позвал ее? Она из ванной отозвалась. Я туда зашел, на руки ее взял. Все, я не могу больше. Алена была не в себе. Тогда отец схватил в прихожей телефон и набрал 03. Потом зашел в комнату и еле сдержался, чтобы не передушить этих спящих щенков. Расследование уголовного преступления еще продолжается. Имена участников событий изменены. Подростков, совершивших это злодеяние, ждет суд. Сами они винят выпитое спиртное и порнофильм, которые смотрели вместе с девушками. Родители подозреваемых настаивают. Алена сама спровоцировала их на половой акт. Пришла в короткой юбке, вела себя вызывающе раскованно. Ну, как правило, у юношей 13-18 лет психика неустойчивая. А половая возбудимость очень повышенная. Плюс отсутствие самоконтроля, сексуальная распущенность, ну, порнография, алкоголь. Все же это сегодня очень доступно для наших детей. В свободном доступе, можно сказать. Алена еще не скоро забудет эту историю, если только вообще сможет ее забыть. Родители потерпевшей считают, что недостаточно строго контролировали круг общения своей дочери. Страшно представить, сколько еще подростков с неокрепшей психикой после просмотра порнофильма захочет примерить на себя маску героя-любовника. Обилие секса и жестокости на большом экране и на телевидении, где все время кого-то убивают, смачные и порой отвратительные подробности личной жизни публичных персон и звезд кино и шоу-бизнеса. То, что взрослые воспринимают как развлечение для подростка, пример для подражания или даже руководство к действию. Тем временем в деле гаражных насильников появились новые детали. Оказывается, главарь тот самый Юрий Логин любил запечатлеть свои сексуальные оргии на видеопленке. Порнографические видеоролики с его участием стали существенным вещественным доказательством. На этой флэш-карте фотографии Логина со своими друзьями-извращенцами. Жуткие подробности того, как они издевались над беззащитными женщинами. По понятным причинам мы не можем воспроизвести то, что снимали гаражные подонки. Но именно там оказался ключ к разгадке. На флэш-карте был обнаружен видеоролик, на котором было запечатлено, что в том же гараже, на кровати, где была изнасилована первая потерпевшая, лежит без сознания девушка. Соответственно, кто снимал данный видеоролик, не было понятным, потому что никаких лиц в кадре не было. Вот этот ролик. Оперативники задались вопросом, кто эта девушка? Могла ли ей принадлежать обувь, найденная в гараже? Где она могла находиться в настоящий момент? Фигурант. Но Логин молчал. Он не назвал ни одного имени своих подельников. Он понимал, преступление, совершенное группой лиц, проще говоря, групповое изнасилование, карается законом более жестоко, вплоть до пожизненного заключения. Но показания главного фигуранта и не понадобились. Следствие само вычислило всех его соучастников. Были установлены несколько молодых людей. А возраста, начиная с 17 до 20 с лишним лет. Как впоследствии мы узнали, что Логин общался в основном с данной категорией молодежи. То есть у него не было друзей своего возраста. Логин на момент содержания было 33 года. Дмитрий Толмасов был тесно знаком с Логиным. 1989 года рождения. Образование неполное среднее. Учащийся колледжа. Мальчик из неполной семьи. Его воспитывала мать. Все свободное время Толмасов проводил в шумных пьяных кампаниях среди неблагополучных подростков. Теперь его вызвали на предварительную беседу в прокуратуру. Следствие оказалось на верном пути. Рассказал, что совместно с Логиным было совершено порядка восьми изнасилований. Он достаточно подробно описывал, как это было, что происходило. Описывал девушек, которые были изнасилованы, обстоятельства. Соответственно, когда он все это рассказал, сразу стало понятно, что объемы совершаемого Логиного преступления достаточно большие. Это не ограничивалось одним, двум, тремя преступлениями изнасилований. Вскоре следователи установили еще одного близкого приятеля Логина. Михаил Ильин, 1985 года рождения. Образование среднее, нигде не работает. Он, как и Толмасов, отпираться не стал. Сразу дал признательные показания, которые шокировали своей жестокостью. На его счету, вместе с Логиным, также не менее восьми эпизодов изнасилований. Этот допрос запечатлен на видеопленке. Он продолжался пять часов. И все это время Ильин в подробностях вспоминал детали совершенных преступлений. Что вы можете походу этих фотографий пояснить? Вы их делали? Ну, вот эти фотографии он делал. Он, 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 он. Какие вы делали? Я вот сделал вот эти фотографии. Вот эти? Да, вот эти. Давайте. На этой фотографии кто изображен? На этой фотографии изображена потерпевшая и Логина. Вот это Логин, да? Логин. Ильин вспоминает. С Логином они познакомились на улице. И сразу подружились. Через некоторое время, а именно летом 2004 года, Логин позвонил ему на мобильник. Сказал, приезжай на пруд купаться. Через час Ильин был на месте. Пруд располагался между районами Новопеределкина и Внуково. Там он увидел ранее известную ему девушку, которой на вид было 14-15 лет. То есть несовершеннолетние, одним словом. Там, на берегу реки, когда он, кстати, пришел, все это увидел. А когда он ее увидел, девушка лежала и плакала. Вот что вспоминает Ильин. Логин ему рассказал, что приехал купаться на речку. Там увидел девушку. Предложил подвезти до дома. Девушка согласилась. Он посадил ее в машину и отвез в безлюдное место. К тому самому пруду. Сначала сильно избил ее, а потом изнасиловал в извращенной форме. Логин знал, что девушка несовершеннолетняя. Но он был уверен в своей безнаказанности. А потом уже вместе с Ильиным они стали силой вливать водку в горло девочки. Логин сказал Ильину, чтобы тут совершился неплохой акт. При этом, добавив, что девочка является девственницей, продемонстрировал ее девственную плеву. На фотографиях это запечатлено, как он там фотографировался. И говорит, что это мой подарок тебе. Логин говорит Ильину, говорит, это мой подарок тебе. У меня уже было несколько девственниц, у тебя не было девственницы. Так что бери и пользуйся. Потом Логин сам изнасиловал девочку. Чтобы подавить любое сопротивление, он пытал ее этим электрошокером. Удовлетворив свою похоть, Логин с Ильиным потребовали, чтобы потерпевшая назвала адрес. Подвезли ее к дому и вышвырнули из машины. Пригрозили, скажешь родителям, убьем. Девочка, когда пришла домой, не рассказала родителям о случившемся. Рассказала историю, что ее с подругой, там неизвестные люди какие-то похитили, заставили выпить водки, ее подругу изнасиловали, она смогла убежать. Родители сказали, пойдем напишем заявление, а в милицию обратимся. Говорит, в категорической форме отказала. Говорит, нет, я никуда не пойду, никаких заявлений писать не буду. Так Логин со своей стаей в очередной раз избежали огласки. И безнаказанно продолжали глумиться в гараже над новыми жертвами. Они искали девушек в барах, знакомились на улицах, нередко пострадавшими становились голосующие на дороге женщины. В ход всегда шел один и тот же прием. Милая улыбка и располагающий тон. Предложение покататься или подвезти до дома. Хлороформ. Жертва отключалась. Ее привозили в гараж. Затем следовали пытки, изнасилование, грабеж. Ильин принимал во всем этом самое активное участие. Хотя раньше считался вполне безобидным мальчиком из нормальной семьи. У Ильина, в принципе, была полная семья. У него был отец, мать. Но в связи с течением обстоятельств отец фактически не занимался воспитанием сына. Как пояснил в ходе беседы отец и сам Ильин, тот отец, соответственно, в напряжении некоторое время сам находился на лечении психиатрической лечебницы. Ильин поступил в институт, но признался, учиться не смог. Или не захотел. Оказалось, ему тяжело выживать в большом коллективе. И с девушками у него отношения складывались непросто. Кто-то из девушек его как-то пристыдило, пошутило над ним. Из-за этого он сильно замкнулся. И около года сидел дома. Ни с кем не общался, ниоткуда не выходил. Из-за этого даже видно, что на лице у него есть пигментные пятна, которые из-за недостатка освещения, недостатка солнечного света. Фактически Логин вовлекал его в преступление. Возможно, этого бы не случилось, если бы родители Ильина уделяли своему сыну больше внимания. Так посторонний человек Юрий Логин стал в сложный для подростка момент и учителем, и вожаком. И фактически первый его половой акт был совершен вместе с Логином, когда в гараже у него находилась девушка, которая была без сознания. Как пояснял Ильин, что Логин фактически ему рассказывал, наглядно демонстрировал, помогал ему надевать презерватив, как пользоваться, как совершать половой акт. За последние 4 года количество педофилов в России выросло в 25 раз. И это при том, что Уголовный кодекс жестоко наказывает преступников за сексуальное насилие над детьми до 25 лет тюрьмы. Сегодня 13-летняя Настя не выходит на улицу без сопровождения взрослых. Некоторое время назад с ней едва не случилась беда. Она до сих пор с содроганием вспоминает о встрече с педофилом. События того дня навсегда остались в ее памяти кошмаром. Вот там, где сейчас стройка, там он меня догнал. Москва. Практически центр города. Это место трудно назвать безлюдным. В тот день, около 3-х часов дня, Настя возвращалась домой из школы. До дома оставалось метров 100. Настя поравнялась с детской площадкой, когда к ней сзади неслышно подошел человек. Никто из взрослых на улице не обратил внимания на неприметного с виду мужчину. Он обратился к девочке со странной просьбой. Подошел, сказал, ну, чтобы я ему помогла. У него там дома ребенок больной. Он буквально 5 минут в аптеку сходит. Он как бы сказал, что меня родители не отпустят. Он сказал, пойдем там отпросимся. Ну, мы пошли. Он там по пути спрашивал, там, как меня зовут. Кто у меня дома есть. Вспоминая мамин наказ не разговаривать на улице с незнакомыми людьми, Настя на вопросы отвечала неохотно. Но мужчина не отставал. Он рассказывал, что его ребенку срочно требуется помощь. Малыш тяжело болен, и никто не хочет ему помочь. У Насти появилось подозрение, что что-то здесь не так. Но они уже подошли к ее дому. Я подошла к домофону, набрала квартиру, нажала вызов. Бабушка спросила, кто. Я ответила, я. Он в это время стоял со мной. Я вошла в подъезд, он за мной зашел. Настя надеялась, что мужчина все же уйдет. Однако незнакомец вместе с ней подошел и к лифту. На секунду девочка растерялась, а потом расслабилась. Подумала, что может случиться, если от бабушки ее отделяют всего несколько этажей. Как только двери лифта закрылись, лицо мужчины исказила страшная гримаса. Нажав на кнопку «Стоп», он словно озверел. Рывком швырнул девочку в угол лифта. Настя до сих пор в ужасе вспоминает, что было дальше. У меня говорит там, типа, хочу ли я жить. Я говорю, хочу. Он мне как бы взялся за горло, начал душить и говорит, там, раздевайся или там умрешь. Я как бы от страха стала меня спрашивать, почему, ну зачем. В этот момент двери лифта неожиданно открылись. Такое иногда случается, если во время движения нажать на кнопку «Стоп». Девочка собрала все силы и оттолкнула мужчину. Двери открылись. Я в это время вырвалась и побежала на черную лестницу. Так быстро Настя не бегала никогда. Бежала, не чувствуя ног. Когда силы ее покинули, остановилась отдышаться. Подошла к окну и увидела, насильник вышел из подъезда и направился прочь. Пешком она поднялась на свой этаж. Позвонила в дверь, а бабушка обеспокоенно спросила, почему Настя так долго. Пожилая женщина лишь вскрикнула, когда услышала страшный рассказ о том, как в лифте на Настю напал неизвестный дяденька. Мне позвонила сразу бабушка после пришедшего. Сказала, что вот случилось такое. Я спросила, все нормально, точно? Она говорит, ну, все нормально, все хорошо. Ну, я поэтому сразу не сорвалась. А вечером, когда пришла, смотрю, она очень напугана была. Хотели пойти в милицию, но пока она говорит, нет, я не хочу. Но на следующий день все равно мы все-таки решили. Я спросила, я говорю, запомнила его? Она говорит, ну так. Я говорю, сможешь описать? Ну, наверное. Я говорю, если ты его увидишь, ты его узнаешь? Может быть. Но, с другой стороны, я чувствовала, что она как бы узнает, но боится узнать. То есть сам факт, что она его опять увидит, ей было страшно, конечно. И все же они позвонили в дежурную часть. В милиции как будто бы даже обрадовались этому звонку. Дежурный велел срочно приезжать в отделение. То есть за нами даже приехала машина, привезли и сказали, что, оказывается, был в этот же день, вечером, был еще один случай, как бы. Но там боль и плачевно закончилась. И они очень обрадовались, потому что она его запомнила. В милиции им рассказали. Накануне днем какой-то подонок изнасиловал восьмилетнюю девочку. Вечером задержали первого подозреваемого. Возможно, это был тот же человек, который напал и на Настю. В этом случае Настя могла оказаться второй пострадавшей от этого мужчины. Вот какие детали Настя припомнила в милиции. У него были такие седоватые волосы. Он был в джинсовом костюме. У него были штаны джинсовые, куртка. Мужчина был среднего роста. На вид 40-45 лет. Волосы короткие. А еще Настя запомнила его глаза. Они были пустые и равнодушные. Попытались мы составить фоторобот, как-то описать. Но так как она описала, в принципе, когда его поймали, действительно, в общем, я сразу узнала его в ее описании. Этого человека задержали накануне. Марат Садеков, 61-го года рождения. Ни жена. Нигде не работает. Ранее судим за аналогичное преступление. Совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Отсидел в колонии 4 года и вышел на свободу. Работать он не хотел. Жил на деньги своей матери. Привели троих. Там, как бы, я сразу увидела, он, как бы, первый шел. Я его сразу, как бы, вспомнила. Он сразу сказал, что это и он. Сегодня Оксана приходит в ужас, на минуту представляя, что ее ребенка могла постигнуть совсем другая участь. Как это случилось с другой жертвой Садекова, 8-летней Катей Ждановой. По просьбе следствия фамилия девочки изменена. Помимо физических увечий, насильник нанес Кате и глубокую психическую травму. Девочка навсегда запомнила адскую боль. А в душе ее родителей навечно поселился страх за свою маленькую дочь. Бабушка привела ее на занятия в музыкальную школу. Оставила. К ней подошел мужчина, который спросил у нее, куда ты идешь. Она сказала, что она ждет своего учителя музыки. Он сказал, что вместо этого учителя я буду сегодня преподавать, тебе надо пойти со мной. После чего он ее взял за руку и вывел из школы. Он привел ее в пустую квартиру сестры. Дома никого не было и быть не могло. Не успев закрыть дверь, Садиков набросился на ребенка. Он заставил девочку раздеться. Стал совершать с ней насильственные действия сексуального характера. Оральный половой акт угрожал девочке. Говорил, что если ты будешь оказывать несопротивление, я убью тебя, убью твоих родителей. Поэтому ты даже не думай сопротивляться, не думай кричать, потому что в противном случае будет плохо. Если вчитываться в материалы уголовного дела, у здорового взрослого человека сдадут нервы. После сексуального насилия Садиков стал целенаправленно истязать восьмилетнюю девочку. После того, как все это произошло, он закурил сигарету и от нечего делать, зажег зажигалку и поднес ее к половым органам девочки. После того, как она закричала, он одумался, сказал одевайся, вывел ее на улицу и оставив на улице, ушел дальше пить пиво. После совершенного в 2006 году преступления Садикову грозил срок до 20 лет лишения свободы. Но он скончался в следственном изоляторе, как следует из заключения медиков, от сердечной недостаточности. Педофилия. Сексуальная тяга к детям, хоть и считается психической патологией, но позволяет посадить преступника в тюрьму. Абсолютное большинство случаев педофилии на сегодняшний день, к сожалению, не лечатся. И даже путей к лечению, за исключением химической кастрации, что не является никаким лечением, но является хорошим способом предосторожности, нет. Педофилия, между прочим, это гораздо большая загадка сексологии, чем насилие. В ходе отработки преступных эпизодов банды гаражных насильников, следствие установило еще одного подельника Юрия Логина, некоего Дмитрия Симакова, 89-го года рождения. Когда Симакова установили, допросили его, он нам также рассказал о том, что он с Логином совершал плавакты с девушками неоднократно, описал порядка 6-8 случаев. В общем, такая вещь была, что при нем Логин бил девушек, заставлял их пить, оскорблял их. И он спросил у Логина, а зачем ты бьешь девушек? На что он ответил, что все девушки являются простудками, что они все тупые, что они должны делать все то, что он им говорит. А если они отказываются это делать, то, соответственно, он будет их бить и дальше. Специалисты утверждают, таким как Логин секс по большому счету и не нужен. Главное для них самоутвердиться, избить, унизить, растоптать. Отмечено, сексуальные психопаты чаще всего встречаются в крупных городах. Здесь большой выбор наивных девушек, доверчивых женщин. А также много мест, где можно затеряться и избежать наказания. Многие из тех, кто оказался жертвами таких, как Логин, попадают сюда. В психологический центр, где помогают женщинам, пережившим сексуальное насилие. Как правило, потерпевшие получают тяжелейшую моральную травму. Они до конца дней не могут избавиться от ложного чувства стыда. Большинство боится, что их обвинят в провокации, в том, что они сами спровоцировали насильника. Конечно же, это не так. Женщина не может отвечать за поведение другого человека. Каждый человек отвечает только за свои действия. Предположим, когда у кого-то из открытой сумки вытаскивают кошелек, обвиняют в этом вора. Жертву могут только пожурить в том, что она по неосторожности не закрыла сумку. А обычно, когда дело касается насилия, почему-то обвиняют пострадавшего. Насильники редко нападают на мужчин, потому что знают, что могут получить отпор. Их жертвами становятся женщины и дети. Слабые и беззащитные. Те, кто не может ответить на равных, потерявшему человеческий облик существу, чье сознание и тело изуродованы патологией инстинкта. Субтитры подогнал «Симон»!